Библейский портал экзегет.ру представляет Сегодня на библейском портале экзегет мы продолжаем наши беседы по книге Левит. И сегодня мы будем читать 26 главу этой книги. И первый раздел – это важнейшие обрядовые заповеди. «И святилище мое чтите, я Господь». Вот здесь мы сталкиваемся с тем, что заповедь о субботе, она дается в контексте запрета на идолопоклонство. И мы попытаемся понять, почему. А кумиры, изваяния, столбы – это всякие каменные изображения, которые ставились в честь богов или только богов в античном мире в честь известных людей, не только императоров римских, но и разных там проконсулов, консулов, правителей, писателей даже, военачальников. Но так как религия Израиля, в принципе, отрицает возможность почитания какого-либо человека и тем более его изображения, то этот запрет очень строг. Если мы с вами заглянем в Новый Завет, например, в послание к римлянам, мы увидим здесь ту же строгость. Это первая глава послания к римлянам с 25 стиха и ниже. Они заменили истину Божью ложью и поклонялись и служили твари вместо Творца, который благословен во веки Аминь. Поэтому предал их Бог постыдным страстям, женщины их заменили естественное употребление противоестественным, подобные мужчины, оставив естественное употребление женского пола, разжигались похотью друг на друга, мужчины на мужчинах, делая срам и получая в самих себе должное возмездие за свое заблуждение. И выше сказано, славу нетленного Бога изменили в образ, подобный тленному человеку и птицам, и четвероногим, и присмыкающимся, зато и предал их Бог в похотях, сердец их, нечистоте, так что они осквернили сами свои тела. В каком смысле они сами осквернили свои тела? Жизнь таких мужчин и женщин не имеет продолжения. Это суицидальные племена и поколения, которые вымирают. Кумиры современного мира — это всякие музыканты, кривляющиеся на сцене, это всякие киноактеры, политические деятели. Порой не отличишь комического исполнителя от депутата, а депутата — трагика, комедика. И то, что, провозгласив запрет на идолопоклонство, Господь говорит, «Субботы мои соблюдайте, и святилище мое чтите, я Господь», этим самым, как бы говорится, как вы можете почитать мои субботы, как вы можете пребывать в моем покое, святилище, если земля ваша полна идолов? Как вы можете почитать мое святилище, если днем вы идете в святилище Божие, а к вечеру посещаете языческое капище? Вы забыли, что у мира есть один правитель, а не Ашем, я Господь. Если у мира есть один правитель, один творец, создатель этого мира, мы должны подчинять свои действия, свои помыслы, даже свои намерения его законам. Далее идут слова, где говорится о награде за соблюдение заповедей. Но я как-то уже говорил, что самая большая награда за чтение закона, изучение закона, это самовозможность читать и изучать закон. Самая большая награда за исполнение заповедей — это самовозможность исполнять эти заповеди. То есть жить в согласии с волей Божией и постигать волю Бога. Разве это не благо? Но, помимо этого, как сказано, ищите Царствие Божие и славу Его, остальное все приложится. Помимо этого, говорится, «Если вы будете поступать по уставам моим и заповеди мои будете хранить и исполнять их, то я дам вам дождь в свое время, и земля даст произрастения свои, и дерева полевые дадут плод свой». Мы об этом говорили на прошлой беседе, о том, что если мы нарушаем Божьи принципы, то наказание может быть через мир природы, равно как и благословение через мир природы. «И молодьба хлеба будет достигать у вас собирания винограда, собирания винограда будет достигать посева, и будете есть хлеб свой досыта, и будете жить на земле вашей безопасно». Можем ли мы сказать, что мы сейчас живем безопасно, когда мы в собственных подъездах оборачиваемся, слишком много посторонних каких-то людей, куда-то пропали наши соседи, которые родились в этом доме, жили с нами с детства в этом подъезде, как будто кто-то сгоняет нас с нашей земли. «Пошлю мир на землю вашу, ляжете, и никто вас не обеспокоит, сгоню лютых зверей с земли вашей, и меч не пройдет по земле вашей». Здесь опять, вот смотрите, «сгоню зверей, и меч не пройдет». То есть звереподобные люди будут изгнаны мечом власти с вашей земли. А именно о начальниках сказано, начальник Божий слуга, он не напрасно носит меч, чтобы воздавать делающим злое. «И будете прогонять врагов ваших, и падут они пред вами от меча, пятеро из вас прогонят сто, и сто из вас прогонят тьму, и падут враги ваши пред вами от меча, и презрю на вас благословению ваши, и плодородными сделаю вас, и размножу вас, и буду тверд в завете моем с вами, и будете есть старое, прошлогоднее, выбросьте старое ради нового, и поставлю жилище мое среди вас, и душа моя не взгнушается с вами». Сначала сказано, будете есть старое, прошлогоднее. Потом сказано, выбросьте старое ради нового. Имеется в виду, и старое не будет портиться, и новое будет появляться вовремя. «И поставлю жилище мое среди вас, и душа моя не взгнушается вами, и буду ходить среди вас, и буду вашим Богом, и вы будете моим народом. Я, Господь, Бог ваш, который вывел вас из земли египетской, чтобы вы не были там рабами, и сокрушил узы ерма вашего, и повел вас с поднятой головой». Самое великое чудо – то, что евреи выходили из египетского рабства с поднятой головой. Почему это самое великое чудо? Потому что они находились в рабском состоянии достаточно длительное время. Символическое число – 400 лет в рабстве. Это символическое число, они там 200 с чем-то лет были в рабстве. И после такого периода пребывания в рабстве, выйти с поднятой головой, это освободиться не только физически, но и духовно, внутренне. Вот многие наши россияне, они по-прежнему пребывают в рабстве красной идеологии, богоборческой идеологии. Они трепещут перед теми принципами, которые наслаждала эта идеология. И вот далее говорится о наказаниях за несоблюдение заповедей Божьих. Если человек живет исполнением закона, то он умирает. Отступают пути закона, ибо заповедь дана для жизни, а любой грех, как мы часто говорим, суицидален. «Если же не послушаете меня и не будете исполнять всех заповедей, и если презрите мои постановления, и если душа ваша возгнушается моими законами, так что вы не будете исполнять всех заповедей моих, нарушив завет мой, то я поступлю с вами так. Пошлю на вас ужас, чахлость и горячку, от которой стомятся глаза и измучится душа, и будете сеять семена ваши напрасно, и враги ваши съедят их. Обращу лицо моё на вас, и падёте пред врагами вашими, и будут господствовать над вами неприятели ваши. «Побежите, когда никто не гонится за вами». И вот первое наказание и последнее – это ужас. И действительно необъяснимый ужас буквально снедает людей перед собственным будущим. Мы ни в чём не уверены. И последнее наказание в этом абзаце – «Побежите, когда никто не гонится за вами». То есть в некотором случае этот ужас, он будет совершенно неоправдан. Но люди сейчас боятся буквально всего. Дети боятся войти в подъезд, чтобы на них там никто не напал. пожилые боятся, что у них отберут квартиру, и они станут бомжами. Мы боимся заболеть, и никому будем не нужны. И кто будет заботиться о нашем пропитании? Мы всё время боимся. И вот этот страх, ужас, он сковывает нас. И в этом абзаце говорится, что во многом он будет неоправдан, когда никто не гонится за вами, будете бежать. И сейчас это та реальность, в которой мы живём. И вспомните времена, там, 20 лет назад, 25 лет назад. У нас не было такого ужаса и страха. Хотя мы жили, в общем-то, в обществе по-своему тоталитарным, но там ещё сохранялись традиции прежних имперских поколений. Вы не забывайте о том, что наших родителей учили преподаватели, которые сами учились у имперских преподавателей. Оканчивали гимназии, университеты и так далее. А сейчас уже традиция разорвалась. Новая не созданная. Мы живём какими-то страхами. Ужас и трепет объемляют нас. Мы боимся за своё здоровье. Мы боимся любого диагноза, хотя понимаем, что нам могут поставить этот диагноз, чтобы качать деньги с нас. Мы перепроверяем диагноз, потому что воспринимаем лечебные заведения как сборище каких-то аферистов, которые хотят нам подсунуть нужный для них диагноз. И бегаем от одной медицинской структуры в другую. Но тут реально говорится и о болезнях. И о врагах. И вот эта фраза очень труднопонимаемая. «И обращу лицо моё на вас, и падёте пред врагами вашими». Ведь в Писании говорится о том, что когда Господь действует с открытием лица своего, то радуется верующая. О чём же здесь речь? Напротив сказано, «Господи, сокроешь лицо, и метутся народы». А тут «Обращу лицо моё на вас, и падёте пред врагами вашими». Имеется в виду, Бог покажет свой лик тем, которые не почитают его. Через вот эти потрясения, катаклизмы, когда гибель будет, земля будет гореть под ногами. «Если и при всём том не послушайте меня, то я всемир увеличу наказание за грехи ваши, и сломлю гордое упорство ваше, и небо ваше сделаю, как железо, и землю вашу, как медь, и напрасно будет источаться сила ваша, и земля ваша не даст произрастаний своих, и дерева земли вашей не дадут плодов своих». То есть Господь уже будет действовать через мир природы, и земля как бы будет нас сгонять. Вот в книге «Второзаконие» эта тема очень сильно развивается, что те, которые не будут исполнять закон, Бог будет их как бы стрясывать с этой земли, как с одеяла каких-то там клопов стрясать. «Если же после сего пойдете против Меня и не захотите слушать Меня» Что значит «пойдете против Меня»? «И не захотите слушать Меня» То есть тот, кто не хочет слушать Бога, подчиняться Его словам, наставлениям, может быть, у человека не получится исполнить закон, но он изучает закон. А если он не хочет слушаться, он проявляет враждебность по отношению к Богу. «То я прибавлю вам ударов семеро за грехи ваши, пошлю на вас зверей полевых, которые лишат вас детей, истребят скот ваш, и вас уменьшат, так что опустеют дороги ваши». Наши дети давно уже в лапах этих интернет-зверей. Эти звери компьютерные уже изглодали в мозги наших детей. Это уже как бы не наши дети. Это то немногое, что осталось от них. «Если и после сего не исправитесь и не пойдете, если и после сего не исправитесь и пойдете против Меня, то и я в ярости пойду против вас, поражу вас семеро за грехи ваши, и наведу на вас мстительный меч в отомщение за завет. Если же вы укроетесь в города ваши, то пошлю на вас язву, и преданы будете в руки врага хлеба подкрепляющего человека. «Истреблю вас десять женщин, печь будут хлеб ваш в одной печи, и будут отдавать хлеб ваш. Весом вы будете есть и не будете сыты». Вот когда хлеб начинают взвешивать, сейчас просто берешь хлеб, он стоит такую-то сумму, а вот когда начнут взвешивать, это уже, считай, наступила беда. И здесь говорится о ярости в городах, и у прок Исаии говорится, что будут дома стоять высокие, но пустые, то есть люди настолько обнищают, что они не смогут покупать себе это жилье, они будут продавать это жилье, переезжать куда-то на окраину. А ярость людей будет такова, что в третьей книге Ездры сказано, женщины будут рождать чудовища. И вот эти чудовища-акселераты будут очень жестокие. Смотрите, какие преступления совершают именно подростки. Даже уголовники говорят, что это какой-то беспредел, что это за поколение такое. «Если же и после сего не послушаете меня и пойдете против меня, то и я в ярости пойду против вас и накажу вас семеро за грехи ваши, и будете есть плоть сынов ваших». Кстати, подобное было в Иерусалиме. Когда Иерусалим был в окружении, то зелоты рыскали, искали, у кого есть пища. Это описывает Осип Флавий, очевидец событий. И они учувствовали запах мяса. Они бежали в один дом и увидели, как одна женщина, она пополам разрубила своего младенца и варит одну половину, а другую прячет куда-то. Хотя это была богатая какая-то семья. «И будете есть плоть сынов ваших и плоть дочерей ваших будете есть, разорю высоты ваши». То есть ваши идеологии, они обесцениваются, эти политические измы, потеряют всякий смысл. «И разрушу столпы ваши и повергну трупы ваши на обломки идолов ваших». Бог наказывает людей их идолами. Посмотрите, какое у нас в 90-х годах было преклонение перед Америкой, перед Британией, перед Евросоюзом. И сейчас мы чувствуем себя под обломками их неприязни к нам. Бог наказывает людей их идолами и стуканами. Как в свое время Иван Ильин сказал, как бы после падения большевизма Россия не оказалась бы в новом партийном рабстве. А Солженицын писал, когда рухнет эта идеология большевизма, не расшибет ли она Россию в лепешке. Вот это наказание людей их идолами и стуканами. Вот об этом. «Разорю высоты ваши, разрушу столбы ваши, и повергну трупы ваши на обломки идолов ваших. И возгнушается душа моя вами. Города ваши сделаю пустыней и опостошу святилища ваше». Это мы видели. Пустые храмы по Руси, они и ныне не все восстановлены. «И не буду обонять приятного благоухания жертв ваших, опустошу землю вашу, так что изумятся о ней враги ваши, поселившиеся на ней, вас рассею между народами». Представьте себе, русские из Крыма на кораблю я плывут, читают эти слова. «Вас рассею между народами». Действительно, русские где только не оказались. Это был первый удар. А здесь говорится о трех ударах, о нескольких изгнаниях. Сколько сейчас людей покидают в страну? А что будет завтра? «Вас рассею между народами, и обнажу вслед вас меч, и будет земля ваша пуста, и города ваши разрушены». Что значит «обнажу вслед вас меч». Значит, люди убегают, чужих уничтожать. Большевики создавали террористические отряды из самих бывших белогвардейцев, и те в Париже, в Барселоне, в Нью-Йорке находили русских генералов и убивали их, опасаясь, что если ситуация поменяется, они вступят в войну. «И будет земля ваша пуста, и города ваши разрушены, тогда удовлетворит себя земля за субботы свои, во все дни запустения своего. Когда вы будете в земле врагов ваших, когда будет покоиться земля, и удовлетворит себя за субботы свои, во все дни запустения своего, будет она покоиться, столько не покоилась субботы ваши, когда вы жили на ней». И об этом говорится в книге Паралепименон. Вторая Паралепименон, 21 стих. «Доколе во исполнение слова Господня, сказанного устами Иеремии, земля не отпраздновала суббот своих, во все дни запустения она субботствовала до исполнения семидесяти лет». «Оставшимся из вас пошлю в сердца робость, в земле врагов их». То есть собственная земля становится землей наших врагов. «И шум колеблющего листа погонит их». Как один огорянин выступал в российском суде, и к нему обратились, он там стал всех призывать жить по его принципам. «Вы хоть с уважением относитесь к земле, где вы живете?» А он ответил, «А кто вам сказал, что это ваша земля? Вся земля наша будет, все. Мы действительно живем, не чуя под собою страны», как поэт написал. «И ниже сказано, когда все эти ужасы обрушатся, тогда признаются они в беззаконии своем и в беззаконии отцов своих». То есть божественное наказание – это не мщение, точнее, это не просто мщение, это некое педагогическое вразумление. Тогда признаются они в беззаконии своем и в беззаконии отцов своих, как они совершали преступления против меня и шли против меня, за что и я в ярости шел против них и ввел их в землю врагов их, тогда покорятся, тогда покорится необрезанное сердце их и тогда потерпят они из-за беззакония свои. То есть важно будет и потерпеть наказание, и понести наказание. «И вспомню завет мой Саакова». Святая Русь, неужели здесь не молился Сергий Преподобный, неужели в Тамбовских лесах не молился Преподобный Серафим Саровский, а Говчинские старцы. И когда уже всем будет казаться, что все уже пришло к самому концу, и вспомню завет мой с Иаковым, и завет мой с Исааком, и завет мой с Авраамом, вспомню, и землю вспомню, тогда как земля оставлена будет ими и будет удовлетворять себя за субботы свои, опустев от них, и они будут терпеть за свое беззаконие, за то, что презирали законы мои, и душа их гнушалась постановлениями моими, тогда как они будут в земле врагов их, я не презрю их, не возгнушаюсь ими до того, чтобы истребить их, то есть совсем и разрушить завет мой с ними, ибо я, Господь, Бог их. Вспомню для них завет с предками, которых вывел я из земли египетской, а нас, Господь, вывел из темоязычества, провел сквозь воды крещения, вывел из земли египетской пред глазами народов, чтобы быть их Богом, я, Господь. Вот постановления и определения и законы, которые постановил Господь между собою и между сынами Израилевыми на горе Синае через Моисея. В Библии эти законы о богословениях и о проклятиях они повторяются в окончании всего текста Пятикнижия в книге Второзакония. Когда русские во множестве покидали родную землю, многие священники утешали пасту свою именно этими текстами о том, что Бог вспомнит. Особенно в книге Второзакония там сказано в Россию по всему миру, но и там я вспомню о вас, и там я не забуду о вас и верну. И сейчас многие люди, которые слышали такие наставления, они хотя бы костями вернулись на нашу землю, перезахоронили Бунина, известных военачальников, потому что останки русских людей рассеяли по всему миру, они должны быть на нашей земле, как прецедент, когда Иосиф умолял, что если он умрет, его похоронили на святой земле. Прецеденты, связанные с другими праведниками, которые хотели лежать на своей земле. Итак, Божий суд не без милости, и Божья милость не без суда. Как я однажды объяснял, Господь действует как бы двумя руками. Правая рука Бога — это его «да», обращенное к человеку, как писал один немецкий богослов, а левая рука Бога — это его «нет», обращенное к человечеству. Но в божественном «да» всегда присутствует и «нет» предостерегающее. И в божественном «нет» всегда присутствует божественное «да», успокаивающее и не дающее потерять надежду. Если мы будем живы, Господь позволит. В следующий раз мы заканчиваем изучение книги «Левит», будем читать 27 главу.